Сегодня сотрудники дорожных служб Алтайского края не чинят проезжую часть, а соревнуются между собой. Конкурс названия лучшего в профессии проводится 19 раз, при том количество участников не уменьшается. Причина тому – востребованность кадров. За последний год по всей России дорожники отремонтировали 29 тысяч километров. А это рекорд. В этом году, с учетом опережающего, запланированного тоже развития, это еще больше цели, это свыше 30 тысяч. И за всеми этими километрами стоит труд дорожников. Это наш с вами труд. Поэтому очень важны наши компетенции, уровень профессионального мастерства. В эти 30 тысяч войдет и одна из ключевых дорог нашего региона – путь до Казахстана. Длина проезжей части составляет почти 400 километров. Малую уже успели отремонтировать. В настоящее время уже за счет тех работ, которые выполнялись, добавили еще 45 километров, уже 123. И думаем такими темпами идти. Однако дорога вся очень сложная. Есть участки с общесчебеночным разрывом. Работы ведутся и на Чуйском тракте. Главная цель – сделать его полностью четырехполосным. Добиться этого планируют к 2035 году. Сейчас же работы идут на шести объектах. И порядка 11 километров будет в этом году тоже введены. Два еще из этих участков будут введены в 2024 году и два в 2025. И также у нас дальше планируется, есть уже проекты, готовые, прошедшие главгосэкспертизу. Еще на три объекта капитального ремонта 18 километров и один сейчас находится в экспертизе на 5 километров, но это уже в последующие годы. Посмотреть на испытания специалистов приехали даже ветераны дорожного хозяйства. Наблюдали и не вмешивались. Впрочем, подсказывать было некому. Конкурсанты достойно справлялись с заданиями. Свои навыки в восьми дисциплинах демонстрировали как инженеры, так и машинисты разной техники. Например, в этом испытании водителям бульдозера необходимо было выполнить упражнение «змейка» на время. Подобная практика хорошо помогает в реальной жизни. Например, когда зимой дорога сильно заметена, туннель пробьешь, сделаешь эти разъезды, чтобы машины... И пропускать колонну надо. Машины встанут не так, как надо будет встать. Вот стараешься проехать и там, и там, чтобы никого не задеть, и всяко-разно объезжаешь. А здесь машинистам экскаваторов предстояло снять и положить в бочку пять касок за две минуты. Получилось это лишь у самых точных. Похожее испытание было и у водителей-погрузчиков. Аккуратно переместить доску на узкие столбики помогла не только сноровка, но и поддержка зрителей. Сначала за экскаваторщиков, потом за погрузчиков. Желаем, чтобы все победили. Всего в соревнованиях приняло участие около 250 участников. Притом многие здесь не впервые. Такое мероприятие для них – это не только встречи со знакомыми, но и передача опыта, который так необходим молодым. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.